Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас. Сегодня у нас будет вебинар, посвященный отражению в бухгалтерском учете в программе «Бухгалтерия. Зарплаты и кадрового учета». Сегодня веду настоящий вебинар я, консультант-аналитика Динес Гардышева Галина. И программа нашего сегодняшнего вебинара посвящена начальным настройкам, которые необходимо сделать в бухгалтерии, для того, чтобы можно было работать с зарплатным и кадровым блоками. Сначала мы посмотрим на справочники, на их строение и так далее, а потом посмотрим уже конкретные документы и какие тонкости при этом возникают. Сразу хочу оговориться, что программа «Один из бухгалтерия» предназначена для простого введения зарплаты и кадрового учета. То есть, например, это оплатники, сменные графики работы без сложных вычислений, без сложного учета рабочего времени. И самое основное, что при этом численность персонала в ваших юрлицах не должна превышать 60 человек. Это ограничения, которые наложены компанией-разработчикам, и этот механизм поддерживается постоянно. На самом деле в семействе программ «Один из бухгалтерии» существуют разные программы, в которых включен в том или ином объеме блок работы с зарплатой и с кадровым учетом. Самая, скажем так, известная профессиональная программа – это зарплата и кадры. Она позволяет в полной мере вести учет любой сложности и сменные графики работы, и выработку учитывать, и, соответственно, разные системы оплаты труда и неограниченное количество сотрудников. Ну, соответственно, больше 60 человек – это однозначно. Полностью зарплатный блок также включен в конфигурацию ERP, то есть со всеми его возможностями. В конфигурации бухгалтерия есть некое значение, то есть она позволяет вести простой учет, она не позволяет вести расчет среднего заработка, ну, например, при начислении отпускных или больничных листов. Ну, и, соответственно, она не позволяет вести сложный производственный учет, где требуется учитывать выработку, например, наряды и так далее. Так же, как и все программы семейства 1С, программа достаточно требовательна к учету, точнее, к первоначальным настройкам. Для того, чтобы начать работать в бухгалтерии с кадрами, есть несколько тонкостей, ну, например, такая, что первоначально зарплатный блок отключен. Когда мы вводим какое-то юрлицо, то этот блок активируется, но не во всех случаях. То есть активируется автоматный блок в том случае, если мы вводим численность юридическое лицо, у которого априори существуют наемные работники. В этом случае зарплатный блок активируется автоматически. В случае, если мы вводим ИП, то есть индивидуального предпринимателя, который может работать и без наемных сотрудников, то зарплатный блок автоматически не активизируется. Для того, чтобы его запустить, требуется провести некоторые операции. Сейчас мы с вами будем рассматривать все операции, которые необходимо сделать, на примере программы «Бухгалтерия предприятия» редакция 3.0, версия 3.0.89.56. Это не один из самых последних релизов, но тем не менее он позволяет показать все, что требуется на этом этапе. В более ранних релизах немножко по-другому построено администрирование справочники, но начнем, как говорится, от печки. Для того, чтобы включить, активизировать точнее, возможность работы с заработной платой, необходимо в меню «Администрирование» перейти в «Параметры учета». И здесь немножко нелогично наслание звучит, но использовать нам необходимую настройку счетов. В «Настройке счетов» для того, чтобы учитывать заработную плату, нам нужно активировать блок «Учет расчетов с персоналом» и выбрать здесь, как у нас ведется учет. У меня уже выбран, поскольку у нас демо-версия, выбран по каждому работнику. Это значит, что на 70-м счете, на 76-м, 0-4-м, то есть депозиты, и на 97-м, 0-1-м, расходы на оплату труда в будущих периодах, включается возможность работы с аналитикой. И, соответственно, если мы выбираем по каждому работнику, то по каждому работнику индивидуально будет вестись график и, соответственно, начисление. Если мы выбираем «Сводно по всем работникам», то есть это выбирается в том случае, если вы ведете учет зарплаты в какой-то внешней программе, значит, «Сводно по всем работникам», в этом случае нужно будет еще отдельно настраивать обмен с той программой, в которой вы ведете учет, и выгружаться сюда будет одна итоговая цифра без аналитики по сотрудникам. Это делается обычно в более крупных предприятиях, когда необходимо учитывать только итог, для того чтобы правильно формировался баланс отчетной формы, ну и, соответственно, другая информация, которая для этого требуется. Значит, после того, как мы с вами активировали возможность работы с зарплатным блоком и возможность введения аналитики по каждому работнику, мы можем перейти к дальнейшей настройке. В дальнейшей настройке мы можем использовать пункт меню «Главное», и здесь есть очень удобный помощник, который называется «Начало работы», помощник ввода остатков, потому что в любом случае, когда бы вы не начали вести учет в бухгалтерии, первое, что требуется, это введение остатков. Если у вас есть какая-то программа, где вы ввели, можно либо настроить штатный перенос остатков, штатными имеется в виду способами, либо с помощью разработчиков 1С, то есть компаний-франчайзи, их специалистов перенести остатки, ну, либо традиционным дедовским методом, ручками ввести нужную информацию. Помощник ввода остатков выглядит вот таким образом. Такая функция была и в предыдущих версиях, то есть мы видим баланс, точнее мы видим все счета, которые работают при составлении баланса, и можем вводить в них стартовые остатки. Точно так же на закладочке «Забалансовые счета» мы можем ввести что-то отдельное, то есть то, что на забалансовых счетах учитывается. Ну, в нашем случае это будет 70-й счет, по которому мы вносим уже конкретные остатки, то есть через кнопочку «Создать» создаем статью, строку, в которую вводим по какому счету, какой сотрудник, зарплата и способ выплаты, то есть каким образом этому человеку выплачивается зарплата. Ну, в нашем случае есть два варианта, либо через кассу, либо через банк. Значит, если через банк, то мы дойдем до этого чуть-чуть попозже, необходимо будет задать счета, на которые перечисляются денежные средства. Ну и, соответственно, здесь вводится, если мы выбрали по конкретному, по каждому сотруднику, то здесь вводятся отдельно все сотрудники с суммами задолженности, которые у них есть, и вводятся, за какой месяц задолженность возникла. Если у нас мы выбрали учет «Сводно», то здесь будет введена одна общая сумма, то есть задолженность, которая у нас накопилась, которую мы должны перенести. Теперь более подробно остановимся на первоначальных настройках. То есть в меню администрирования у нас есть два раздела, которые нас сейчас будут интересовать. Это функциональность и параметры учета. Меню функциональность нас будет интересовать только в разрезе сотрудников. Значит, соответственно, в разделе сотрудников мы должны выбрать способ ведения кадрового учета. Подразумевается, то есть функциональные возможности программы позволяют ввести как полноценный кадровый учет, то есть с приказами о приеме на работу, об увольнении, перемещении и так далее, так и без создания кадровых документов. Соответственно, от того, куда мы поставим галочку, будет зависеть, что мы получим на выходе. Еще один важный момент – это совместительство. То есть если в вашем предприятии применяется работа по совместительству, то, естественно, нужно проставить здесь флажок. И если используется оплата по договорам гражданской правовой формы, то, соответственно, можно проставить флажок и здесь. Предполагается, что при этом первоначальные настройки, которые у нас касаются других разделов учета, мы уже сделали и сейчас подошли только к самому учету заработной платы в данной конфигурации. Поскольку у нас проходит как бы цикл семинаров, то более подробно на всех первоначальных настройках мы останавливались на предыдущих лекциях, и я сейчас только небольшой дайджест, так сказать, делаю, чтобы повторить, что мы перед этим должны были настроить уже к текущему моменту. Итак, после того, как мы настроили возможность работы через функционал, мы возвращаемся с вами к параметрам учета. И вот здесь, в общем-то, нелогично, так сказать, но то, что нам необходимо сделать. Значит, мы в параметрах учета идем в настройку плана счетов. Для бухгалтеров это немножечко звучит, ну, скажем так, царапает слух, потому что при настройке плана счетов понимается, что мы там добавляем какие-то субсчета, которые есть в вашем учете, которые индивидуально используются. Но здесь мы заходим в настройку плана счетов и, повторяю еще раз, переходим в расчеты с персоналом по каждому работнику. Это то, что мы уже про что поговорили. И после того, как нами сделаны вот такие настройки, в меню администрирования нас практически больше ничего не интересует, и мы переходим к настройкам, которые располагаются в разделе зарплата и кадры. Вот здесь хочу немножечко сказать про то, как этот раздел построен. То есть у нас есть справочники и настройки. Сначала нам нужно зайти именно сюда и выполнить настройки зарплаты и кадрового учета. Остальные справочники, ну то есть, например, физические лица, должности, зарплатные проекты, графики работы. У нас либо, если переносили остатки из предыдущей программы, графики работы, должности у нас должны перенестись. Если же мы начинаем с чистого листа, то есть новую жизнь с понедельника, то в этом случае мы должны зайти и ручками эти настройки выполнить. А уже после этого переходить к другим разделам, то есть к начислению зарплаты, к НДФЛ и так далее. Значит, что мы найдем в меню справочники и настройки. Начнем с настройки заработной платы. Видите, здесь отражается уже в неактивной форме, как мы выбрали, какие у нас настройки есть, то есть в этой программе или во внешней программе. Соответственно, если бы мы выбрали во внешней программе, то сюда бы мы уже при обмене переносили только итоговую цифру, которая у нас получилась в той конфигурации, где ведется этот учет. Дальше у нас меню документов и печатных форм. Что за окошко у меня сейчас выскочило? Что это такое? Все приобретаемые конфигурации необходимо поддерживать в актуальном состоянии. Для этого существует подписка ЭТС, то есть информационно-технологическое сопровождение. И для того, чтобы можно было пользоваться разными сервисами, в программу нужно ввести данные по этой подписке. Хочу обратить внимание, что подписка бывает двух видов. ЭТС техно и ЭТС проф. Отличия между этими подписками, кроме стоимости, естественно, заключаются в том, что при подписке ЭТС проф есть возможность пользоваться разными сервисами бесплатно. Ну, сервисы, например, как проверка контрагентов. В этом случае, допустим, при вводе ИНН заполняется автоматически вся регистрационная информация, которая есть на это предприятие. Включая коды статистики, ну и так далее. У ЭТС техно такой возможности нет. Именно бесплатно пользоваться такими сервисами. Пользоваться-то сервисами можно, но за них нужно, соответственно, доплачивать. Ну, например, тот же сервис проверки контрагентов стоит порядка 4800 рублей на год. Для того, чтобы ввести информацию про вашу подписку ЭТС, можно воспользоваться, вот перейти сейчас, и ввести логин и пароль. После этого программа у вас уже не будет спрашивать, ну, то есть, а есть ли у вас такая поддержка, и, соответственно, доступ к сервисам будет предоставляться автоматически. Мы сейчас не будем это вводить, мы пойдем дальше по нашим, по точкам, которые нас интересуют. В программе достаточно много разных сервисов. Ну, допустим, есть через меню «Главное». Есть очень удобные сервисы, это информация, которая помогает на первых этапах. То есть, кроме того, что мы, допустим, можем вам рассказать, есть еще и стационарный источник информации, который особенно на первых порах достаточно хорошо помогает. Ну, естественно, вот есть раздел «Первое знакомство», и дальше по ссылочкам можно пройти по всем разделам, которые перечислены в этом меню. И еще один момент – это дополнительная информация. То есть, соответственно, дополнительная информация включает в себя справочник по конфигурациям 1С, если вы вдруг имеете необходимость как-то расширить функционал или посмотреть что-то еще. Очень много отраслевых приложений и разработок, которые совместимы с этой конфигурацией. Посмотреть, где можно получить, обучить сотрудников. Есть вот такая поддержка, то есть, если вы зарегистрированы официально, внесли свои данные, то это интернет-поддержка, методические пособия, то есть электронные книги. Есть журнал, который выпускает компания 1С, ну и достаточно много всего остального. И раздел «Справочная информация», в который включены всякие разные нормы, которые применяются. При расчете зарплаты нас будет интересовать ставка рефинансирования, поскольку при использовании этой ставки считается материальная выгода, если мы какому-то физлицу, например, какому-то своему работнику, естественно, чаще всего это руководящие, так сказать, сотрудники предоставляли займы. Следующий – это размер имрот, нормы расходов на авто, в случае, если это компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях, командировочные, то есть, соответственно, в России, СНГ и вне СНГ. Ну и, собственно говоря, кроме этого, можно сделать, ну, можно найти еще и много другой информации. Хочу обратить ваше внимание, что если по умолчанию при запуске программы обычно здесь стоит флажок «Показывать при начале работы». Соответственно, если вы не хотите это видеть постоянно, когда запускаете программу, то вот этот флажок нужно снять. Итак, в меню «Главное» мы с вами посмотрели дополнительные информации и знакомства с программой. Очень полезно бывает посмотреть раздел «Новости», особенно, когда правительство выпускает какие-то новые, вводятся какие-то новые налоги или изменяются ставки или еще какие-то нововведения, ну, типа вот, учета во время коронавируса и так далее. Сейчас мы не будем на этом останавливаться, мы просто как обзор, так сказать, посмотрели это. Итак, значит, мы с вами переходим в раздел «Заработная плата» и начинаем настройки, справочники и настройки. Настройки зарплаты. Порядок учета зарплаты. Настройки документов и печатных форм мы сейчас рассматривать не будем, потому что это, собственно, основная задача, это можно ввести ваши личные логотипы, ну, какие-то бланки, если в вашей компании принято и так далее. Нас интересуют в первую очередь пункты, которые отмечены вот зеленым, ну, и, соответственно, синим. Значит, синеньким, это очень интересный, интересный пункт, и запишите, пожалуйста, прямо себе, как шпаргалочку, в этом пункте настраивается тариф на взносы от несчастных случаев и профзаболеваний, то есть то, что мы сдаем отчетность ФСС, 4 ФСС. Здесь вот, соответственно, вводится та информация, которая касается уже конкретных ставок и подробностей, когда требуется ввести сроки выплаты зарплаты, размеры авансов, ну, то есть такую информацию, которая помогает в дальнейшем ввести учет. Теперь переходим к настройке раздела расчет зарплаты. Если у предприятий имеются обособленные подразделения, то обязательно вот здесь нужно поставить флажочек расчет зарплаты по обособленным подразделениям. В этом случае появляется возможность составлять отчетность 6 НДФЛ по разным КПП, соответственно, по разным налоговым инспекциям. Но опять же хочу обратить ваше внимание, что здесь действуют ограничения в 60 человек, в противном случае блок не будет работать. Теперь мы задаем виды начислений, которые у нас будут использоваться. По умолчанию уже заложены вот такие виды начислений. И обратите внимание, то есть все, что здесь есть, все можно настроить или добавить что-то. То есть, если мы добавляем какой-то вид начисления, мы пишем, например, если в вашей компании существуют какие-нибудь премии, например, за выслугу лет или что-то остальное, то мы задаем, во-первых, название, чтобы работник, который работает с начислениями, мог понять, что это такое. Дальше задаем параметры. Такой же функционал был и в предыдущих версиях, здесь просто немножко по-другому скомпоновано. Соответственно, код дохода это выбирается из справочника, который тоже вшит. Вы можете сюда добавить что-то свое, обращая ваше внимание на такую тонкость. То есть, если вот этот перечень и конкретные пункты были созданы по молчанию автоматически, то перед ними стоит вот такая пиктограммка, черточка и точка. И если создавалась, например, уже пользователем какая-то строка, то точечки не стоит. Поэтому всегда можно посмотреть свое это или установленное по умолчанию. Ну и если свое, то естественно найти жертву, которую, если что-то не брали на виде, но расстреляли на смерть несколько раз. Соответственно, если практикуется какой-то ну либо бартер, либо выплата заработной платы, например, продукции предприятия, то флажок необходимо поставить именно в этом разделе. Вид дохода облагаемый или не облагаемый, здесь тоже у нас зашит справочник по умолчанию, соответственно, со всеми тонкостями, которые предусмотрены. Ну, например, материальная помощь, не облагаемая взносами до 4 тысяч рублей, или компенсации, ну, то есть, вот перечень, который установлен законодательно. Соответственно, можно, если используются какие-то начисления, которые не включаются в расходы по оплате труда, то тоже можно здесь проставить отметочку и настроить именно этот вид учета. вот этот пункт учитывается в составе расходов на оплату труда по статье, здесь тоже вшит исправочник и статьи, которые у нас потом будут отражаться в форме 4 ФСС и в некоторой другой отчетности. И теперь мы подошли с вами к самому интересному пункту отражения зарплаты в бухгалтерском учете. То есть мы выбираем способ, каким у нас будет отражаться начисление зарплаты. Ну вот в нашем случае в демобазе настроена торговля, то есть это 44 счет, а УП, это если у нас производственное предприятие, то это 26 счет. Ну и если начисление по умолчанию, обычно оно привязывается к управленческому персоналу, то есть КТР. и исполнительное производство. То есть если, например, есть работники, по которым есть открытое дело производства, например, УФСИН, или какие-то исполнительные листы через судебных приставов, то вот здесь тоже эта информация должна быть выбрана. если предприятие входит в состав районов, где имеется повышенный коэффициент, ну, например, Урал, то есть там есть свой повышающий коэффициент, значит, здесь мы ставим флажок, и в этом случае при начислении заработной платы работнику, который находится в этом обособленном подразделении, то есть в данном КПП, будет применена либо районный коэффициент, либо северная надбавка. Итак, после того, как мы закончили эти все настройки, мы отсюда уходим, нет, нам не надо сохраняться, то есть мы настроили там, добавили что-то здесь, если не хватило того, что существует из настроек по умолчанию, и точно так же мы поступаем с пунктом удержания. По умолчанию у нас стоит, что допустим, это исполнительные листы, профсоюзные взносы, хотя на самом деле сейчас это очень редко используется, добровольное страхование, добровольное пенсионное страхование, добровольные взносы в пенсионное страхование, и вознаграждение агента, то есть это тоже созданное по умолчанию, ну вы можете добавить, опять же через меню создать, ввести наименование удержания, и добавить какие-то дополнительные пункты, если это вам требуется. Итак, в общем-то именно заработной, блок заработной платы мы настроили, и теперь переходим уже в блок отражения в учете. Способы учета зарплаты, то есть это уже регламентированный, то есть бухгалтерский учет, хочу обратить внимание, возле каждого такого пункта есть небольшая подсказочка, что же это такое, но на самом деле, особенно на первых порах, если приходится осваивать программу с нуля, это помогает, потому что достаточно подробно и грамотно естественно описывает, что здесь есть и почему мы сюда попали. То есть способы учета зарплаты мы с вами уже посмотрели, когда вот раньше смотрели настройки, единственное, что там не отражалось в диалоговом окне, это счета, которые мы привязываем к конкретному каждому способу учета. Ну, то есть вот торговли, как я уже говорила, 26 счет, а у покупцы тоже 26 счет, ну и по умолчанию опять же к ним приплюсованные сотрудники. Где мы можем настроить статьи затрат? Статьи затрат это есть отдельный справочник, по которому мы можем добавлять так же, как и в тех, которые мы смотрели раньше, добавлять все нужные нам взносы. Хочу отметить пособие за счет работодателя уже по умолчанию присутствует, то есть его не надо выбирать. Мы можем выбрать, ну, создавая свое, выбрать ту аналитику, которая нам будет требоваться. И теперь мы с вами подошли к другому разделу, к последнему классификатору. в большинстве своем классификаторы это больше, наверное, справочная информация, ну, соответственно, страховые взносы это нормативы, то есть с предельной величиной и с отметками что куда входит, то есть входит в базу для пенсионного фонда, то есть это РСВ, форма отчетности РСВ, входит в базу ФСС, то есть это 4 ФСС отчетность и входит в базу ФОМС, но по ФОМСу отдельную отчетность мы не сдаем, она включена в отчетности РСВ. Кроме этого, здесь есть раздел по НДФЛ, поскольку НДФЛ этот справочник ну, как бы существует уже в закрытом виде, то есть добавить сюда, как вы видите, не отдельные кнопочки, чтобы сюда что-то можно было добавить, ни через правую кнопочку мышки, мы сюда внести добавление не сможем, это справочник предопределенный. Эти значения используются, когда мы заполняем карточку сотрудника и соответственно какими вычетами он обладает. Итак, мы с вами посмотрели настройки заработной платы, которые располагаются в меню справочники и настройки. после этого нужно перейти в язык заплелся, после этого нужно перейти в меню кадровый учет и здесь настраивается учет именно кадровый. Возможность я уже говорила у нас есть как вести полноценный кадровый учет, то есть с оформлением приема и увольнения или совмещение или вести отдельные строчки. То есть это мы подходим к одним и тем же настройкам, но с разных мест. Кому где удобней. Итак, значит мы посмотрели настройки зарплаты, посмотрели кадровый учет, поставили отметочку, что мы ведем полноценный кадровый учет и теперь у нас здесь справочники физические лица, должности, зарплатные проекты и графики работ. Если мы начинаем с нуля, я повторюсь, если это был перенос с предыдущей программы, то вот эти справочники перенесутся, а вот если это с нуля, то мы должны заполнить физические лица, мы оставляем на потом, то есть первоначально мы их не трогаем, а заполняем мы справочник должности и графики работы. Зарплатные проекты тоже можно заполнить уже потом по ходу работы. А вот меню должности мы должны заполнить сразу, потому что здесь создается, так сказать, вся структура нашего предприятия и должности, которые у нас используются. Ну, соответственно, каждая должность имеет дополнительные подробности, которые по-хорошему лучше заполнять сразу и заполнять полностью все поля, которые вы видите, потому что в последующем, если мы не заполнили какое-то поле, то это отваливается какой-то блок аналитики или не заполняется информация в какие-то регламентированные формы отчетов, ну, например, пенсионный, отчет в пенсионный фонд и так далее. Статистику тоже. Кроме этого, есть еще одна подсказочка, она встречается не только в этом справочнике, но и в других, это вот такой маленький вопросительный знак. Это контекстная подсказка, только касающаяся данного поля. Если мы нажимаем, например, то получаем подсказку, где используется и для чего это предназначено. Или вот, например, трудовая функция, для чего? Вроде бы, казалось бы, не обязательное поле, но точно так же позволяет в каких-то формах вставлять, в каких-то нет, формировать должностные инструкции, ну, то есть, уже используется в каких-то конкретных документах. Следует обратить внимание, что главный бухгалтер, кассир и руководитель, то есть, генеральный директор. Эти должности, кроме того, что они используются в кадровом учете, соответственно, используются и в качестве подписей, как должностных лиц. Ну, это мы посмотрим немножечко попозже, но, соответственно, в документах, например, на выплату зарплаты через кассу и так далее, это будет указываться. То есть, если мы это не заполним, там придется тогда вставлять ручками. Хочу еще раз повторить, что к настройкам программа очень чувствительна, но ничего смертельного не произойдет, если вы вдруг что-то не знали или не заполнили, то есть, программа не перестанет работать, компьютер не взорвется, просто какой-то блок аналитики будет недоступен и всегда можно это дело поправить уже либо в ходе работы с документами, либо потом вернуться отдельно и настроить конкретный справочник. Повторюсь, мы заполняем справочник должности и заполняем графики работы. Графики работы это очень важный момент. Нужно первоначально задать, бывает иногда, если при настройках по умолчанию пятидневная рабочая неделя настроена и стоит производственный календарь Российская Федерация. В этом случае используется именно производственный календарь. Предполагается, что работа по пятидневке по восемь часов, то есть, сорок часов рабочей недели. Если для того, чтобы заполнить производственный календарь, нужно выбрать год и соответственно после этого записать и закрыть. То есть, информация по производственному календарю за данный год будет уже в программе присутствовать. Если у вас существуют какие-то сменные графики работы, то в этом случае естественно их тоже нужно будет заполнить, например, два через два и так далее. Или какой-то еще раз обращаю внимание. То есть, например, настроить график два через два, три через три можно, но более сложные графики, например, когда меняется начало рабочего времени или смены имеют различную продолжительность, в этом случае уже будет более проблематично. После того, как мы заполнили информацию про графики работы, зарплатные проекты физические лица мы можем пока не трогать, потому что они заполняются очень удобно в ходе создания документов. Итак, значит, у нас в первой колоночке фактически те первичные документы, которые мы можем настраивать, которые мы можем использовать, и во второй колоночке это отчетность практически во все фонды, во все внебюджетные фонды, ну, то есть вся отчетность, которая существует по заработной плате, включая расчеты по электронным больничным листам и ну, то есть и прочую информацию. Начнем мы с колоночки зарплата. Ну, соответственно, бизнес-процесс, если можно так охарактеризовать, работа с блоком начинается с кадрового учета, то есть к нам поступает работник, поскольку мы уже установили, что ведется полный учет, то есть созданием приказов о приеме, об увольнении, то мы начинаем с того, что создаем кадровые документы. В кадровых документах по кнопочке создать у нас появляется выбор, какой конкретно документ мы создаем. Ну, например, мы выбираем прием на работу. Я возьму вот, уже готовый и на его примере мы будем рассматривать. Ну, соответственно, наименование документа приказ, здесь мы можем выбрать, что это конкретно, может быть, это был протокол заседания правления или собрания участников общества или распоряжения, ну, это выбирается в том случае, если, например, речь идет о назначении, например, генерального директора по результатам общего собрания учредителей. Соответственно, вводятся параметры, номер, дата приказа и дальше мы переходим сотрудник. как у нас появляется сотрудник. То есть, если мы переходим в карточку сотрудник, у нас есть какой-то список лиц, но этого нашего человека здесь еще нету. То есть, для того, чтобы выбрать нового сотрудника, нам сначала надо его создать. Через кнопочку создать мы переходим в карточку, где должны заполнить сведения. Можно по-другому, если, например, это вызывает большие затруднения, то можно, конечно, работать через меню справочники и настройки и через меню физические лица. То есть, сначала мы вводим физическое лицо, а потом кадровым приказом принимаем его на работу. Ну, вот, допустим, сейчас посмотрим карточку физического лица. Карточку физического лица мы заполняем полностью фамилии, имя, отчество, данные, которые у нас есть, ну, например, дата рождения, пол мужской, женский, ИНЛ, ИНН и СНИЛС. Эти данные обязательны. Без них не будет работать практически половина отчетности, которая сдается по заработной плате. И на всякий случай можем посмотреть, а что же это такое. Если, ну, что такое СНИЛС, что такое ИНН, если вдруг это не получилось. То есть, здесь мы заполняем все сведения, которые указаны в паспорте. То есть, это персональные данные, по которым действует закон о защите персональных данных, и, соответственно, с ними нужно обращаться аккуратно. Место рождения гражданства, то есть, как только мы задаем гражданство страны, или, например, лицо без гражданства, у нас, соответственно, меняются ставки по начислению НДФЛ, то есть, либо 13%, либо 30%. И если это, например, в страны СНГ, то ИНН в стране гражданства. И, соответственно, с какого, по какое действуют эти данные. Документ, удостоверяющий личность. Абсолютно такой же функционал был во всех предыдущих программах, и, естественно, в зарплате и кадрах, в конфигурации зарплаты и кадры он тоже есть. Здесь идет уже чисто выбор, конкретного документа, то есть, это на самом деле может быть и загранпаспорт, и загранпаспорт гражданина СССР. И если у нас, например, гастарбайтеры, то в этом случае будет иностранный паспорт. И хочу обратить ваше внимание, что если это иностранные граждане, то нужно не забывать про миграционный контроль, то есть, сразу же подавать сведения в миграционную службу, иначе можно нарваться на крупные штрафы. Причем сведения по приему и по увольнению должны даваться в сроки, которые установлены законодательством. После того, как мы заполнили то, что видим в этом интерфейсе, может быть, человек сменил гражданство, естественно, это тоже надо указать. И еще одно поле, которое имеет немножко вроде бы непонятное значение, дополнять представление. Если по справочке можно посмотреть, что это однофамильцев касается. То есть, например, если у нас работают близняшки Антон и Алексей, то будет инициал абсолютно одинаковый. Значит, в этом случае мы должны запомнить, как его конкретно надо в документах предоставлять. Адреса и телефоны. Хочу обратить внимание на e-mail, то есть адрес e-mail. По возможности эти сведения стоит заполнять, потому что в программе существует возможность отправлять из программы сообщения, ну, естественно, если e-mail указан, отправлять сообщения, минуя выгрузку в промежуточный файл, оттуда подгрузку к обычной электронной почте. Для составления отчетности в пенсионный фонд, то есть для персонифицированных сведений, то есть РСВ необходимо обязательно заполнить три адреса, то есть адрес по прописке, адрес места проживания и адрес для информирования. Ну и, соответственно, дата регистрации, когда человек был прописан по данному адресу, потому что эти данные необходимы для персонифицированных данных и попадают в отчет. если это не заполнено, то программа будет сопротивляться, и также вы не сможете сделать справку 2 МДФЛ, если эти адреса не заполнены, и потом придется возвращаться и дозаполнять отдельно эти сведения. И история работы, то есть история работы это фактически электронная трудовая книжка. Итак, после того, как мы заполнили все данные, нужно не забыть сформировать комплект документов, то есть бумажный документ оборот. Ну, естественно, во-первых, мы берем с человека заявление физически, что прошу принять меня на такую-то должность такого-то числа. Этот документ будет являться основанием для создания кадрового документа приказ о приеме на работу. Второе, что следует, это обязательно взять согласие на обработку персональных данных. Выглядит оно вот таким вот образом. То есть у нас получается печатная форма. У них немножко разный формат. Ну, вот допустим, либо Вердовский, либо из программы здесь она не ругается, потому что данные не видены. Ну, то есть либо из программы то, что у нас будет выступать немножко в другом формате, не как Верд, но в формате как печатная форма. И соответственно, кроме этого, мы должны еще у человека подписать заявление на налоговые вычеты. То есть, если сотрудник имеет маленьких детей, обращаю внимание, что обязательно должно быть заявление на предоставление вычетов вместе с приложением документа, по которому, свидетельство о рождении, например, по которому вы можете установить, что этот вычет предоставляется до 18 лет. Ну, то есть дату, когда ребенку исполнится 18 лет. мы заполнили с вами, так сказать, основную информацию и дальше у нас есть еще верхняя панель меню, куда заполняются данные для перечисления, то есть, мы создаем, если человек не включен в зарплатный проект банка, ему перечисляется по заявлению, опять же, делаю акцент, перечислять по заявлению на конкретный реквизит, и мы можем только, если это заявление человек написал, то есть, куда ему перечисляются деньги, дальше, лицевые счета, что такое лицевой счет, лицевой счет, это практически возможность, так, возьмем наш конфетпром, возьмем сотрудника какого-нибудь, вот, Абрамова возьмем, пересекаются периоды, прошу прощения, что не смогу показать вам этот пример, ну, то есть, это лицевые счета сотрудников, с которых потом берется информация для справок в службу занятости, для подтверждения стажа и так далее, и указываются основные варианты, которые мы зарплатные, какую-нибудь зарплату человек получает и если есть у этого сотрудника, если есть у этого физического лица сотрудники, то есть, если он участвует в нескольких предприятиях, то здесь будет перечень. Итак, это основные данные, которые заполняются в карточку сотрудника. После этого мы можем вывести на печать сам приказ о приеме на работу и трудовой договор, то есть, указано, что микропредприятие, то есть, соответственно, для большинства компаний, которые попадают под эти критерии, ну, и, соответственно, под критерии 1С, что до 60 человек трудовой договор типовой, по которому заполняются данные, то, что мы ввели. Ну, вот, видите, мы не вводили испытательный срок, соответственно, в печатную форму выводится, не устанавливается, имеют ли какие-то особые характеры работы, ну, например, там, вредные условия, ненормированный день, еще что-то, ну, и, соответственно, если мы не ввели информацию, то дальше мы видим просто пустые поля, которые не заполнены. весь комплект документов, которые требуются при приеме на работу, это заявление от сотрудника, приказ о приеме на работу, заявление от сотрудника по поводу перечисления денежных средств, согласие на обработку персональных данных и заявление на предоставление налоговых вычетов, если человеку они положены. Итак, мы создали документ, а еще один момент уточняю, если у человека уже была электронная книжка, то, естественно, данные при нее нужно ввести, но поскольку сейчас практически у всех ведется электронная трудовая книжка, то здесь нужно поставить флажочек и сделать запись, соответственно, она будет уже учитываться. Итак, мы приняли человека на работу. Кроме того, что мы его приняли, мы можем его перемещать, ну, например, программа позволяет сделать кадровый перевод, то есть сделать перемещение из одного подразделения в другое и предоставить отпуск за свой счет или просто обычный очередной отпуск. Обратите внимание, что отпуск, если работница уходит в декрет, то это должно оформляться дополнительным документом предоставления отпуска по беременности и родам. Итак, кадровые документы у нас есть. Теперь, после того, как у нас создан сотрудник, то есть справочник физическое лицо заполнен, приказом о приеме на работу это физическое лицо переведено в разряд сотрудников, то после этого у нас наступает очередь уже, так сказать, для непосредственного начисления заработной платы. отчеты. Хочу обратить еще ваше внимание, есть один очень интересный помощник, который тоже расположен через меню. Главное дополнительные отчеты это путеводитель по демонстрационной базе. Обычно если приобретается программа новая, ну то есть бухгалтерия, например, если вы приобрели, то к ней обычно устанавливается демонстрационная версия, чтобы на первых парах, пока еще сотрудники не сильно освоились с программой, устанавливается демонстрационная база, как наша, с какими-то уже заполненными справочниками, с тем, чтобы можно было посмотреть и, так сказать, ручками потрогать документы, начисления и так далее. Вот к таким демонстрационным базам существует помощник, путеводитель, в котором достаточно грамотно и понятно, что самое основное, то есть не надо переводить с административного языка на русский, указаны разделы и указаны возможности, которые в каждом разделе используются. И, соответственно, если сегодня мы с вами говорим про зарплату, про меню зарплаты, то вот она у нас практически почти предпоследняя точка путешествия. Итак, меню зарплата. Возвращаемся и приступаем уже к фактически начисления заработной платы. все начисления в нашем случае это значит, что журнал всех начислений, которые существуют. Ну, естественно, открываем этот журнал и смотрим, какие документы мы можем создать и что нам с этими документами нужно дополнительно сделать, чтобы программа корректно отображала то, что требуется. во-первых, начисления мы можем сделать обычные, какие идут, начисления по больничному листу, отпуск и без сохранения заработной платы, как я уже говорила. Значит, что касается больничного листа, хочу напомнить, что если у нас идет, например, пилотный регион, пилотный проект, когда начисление, когда выплата больничного листа идет напрямую через ФСС, это задается в настройках в учетной политике, там ставится отметка, что пилотный проект, тогда у нас алгоритм действий при начислении больничного листа будет немножко отличаться от привычного. Давайте посмотрим, что при начислении зарплаты происходит. Значит, при начислении зарплаты, если мы все настроили правильно, то есть заполнили все данные в карточках сотрудников, заполнили графики работы и список начислений, список удержаний, предоставления налоговых вычетов, ну и естественно справочники про всех сотрудников, районный коэффициент, если он у вас присутствует, то вот дальше работа с зарплатным блоком напоминает, что пришел, сел в тапочках на кресло и смотришь какую-то интересную передачу, то есть нажал на одну кнопочку и дальше все заполнилось автоматически. Значит кнопочка заполнить в нашем случае, ну перед заполнением он предупреждает, что вы уверены в трезвом уме и здравой памяти. Да, в этом случае сюда подставятся все данные из тех справочников, которые мы заполнили и из документов кадрового учета. При этом обратите внимание, для того, чтобы посмотреть с чего у нас сложился НДФЛ, мы просто переходим и попадаем в расшифровку. То есть за какой месяц, что было начислено, куда и соответственно если вы видите где-то ошибку, то можно ее исполнить. То же самое там, где есть выделение синим текстом, это значит, что можно провалиться глубже, посмотреть из чего состоит, возможно здесь могут быть еще какие-то данные, то есть не только, и отсюда провалиться в расчетный листок сотрудника. Ну, соответственно, в расчетном листке это обычная штатная форма, она отражает общий вид. Причем обратите внимание, что предупреждение предварительный просмотр, то есть по начислению, которое мы делаем, мы можем посмотреть предварительно его расчетный листок, не дожидаясь окончательного этапа, то есть отражения в учете. Так, собственно говоря, мы проверили, что все наши начисления правильные, что все хорошо, и дальше у нас остается только выполнить всю цепочку действий, то есть начислена заработная плата, начислен подоходный налог, и начислены взносы во вне бюджетные фонды. И также проваливаемся в карточку учета по страховым взносам и можем посмотреть поподробнее из чего складывается конкретно допустим данные для пенсионного фонда, для ФСС, то есть то, что попадает у нас в меню отчетности. Упс. кроме того, что мы делаем сами начисления точно так же делаются и делаются и прошу прощения техническая накладка, я пока расскажу вам, как делаются отчетность, то есть практически самый трудоемкий момент при работе с программой это ввод первоначальной информации, то есть после того, как мы корректно заполнили все справочники, корректно задали виды начислений и удержаний, ничего не пропустили, после этого работа с этим блоком сводится к тому, что нажать кнопочку начислить зарплату, заполнить начисление зарплаты, оформить выплаты и сформировать налоги, то есть это все делается уже либо в автоматическом режиме, либо в режиме ввода на основании. Кроме этого есть возможность использования нескольких видов документов, то есть мы можем не входя в конкретный документ начисления заработной платы вывести по нему печатную форму, либо расчетные листки, которые мы должны выдать на руки, в случае если это начисление допустим заработной платы с выплатой через кассу, либо расчетную ведомость для перечисления в банк. Еще в меню заработная плата очень интересный есть момент, мы к сожалению не успеем подробно остановиться на депонирование но это выплата зарплаты расходными ордерами то есть если у нас есть депонент кто-то не получил свое время на заработную плату то мы соответственно переходим в депонирование и если человек потом приходит получить зарплату то все хорошо мы оформляем выплату если человек на протяжении какого-то длительного времени за зарплату не приходит то мы должны этот депонент списать в доход предприятия это делается документом списания зарплаты депонентов выклада зарплаты расходными ордерами в этом случае прикрепляется в обязательном порядке платежная ведомость которую мы создали то есть она здесь просто выбирается к сожалению обычный порядок когда мы можем просто создать расчетную ведомость не привязывая его к начислению конечно можно использовать но желательно это делать в основном если только это выплата аванса потому что иначе будет нарушена последовательность и формировать отчетность в частности это по персонифицированному учету будет гораздо сложнее ну и 6 НДФЛ может в этом случае неправильно формироваться в части начисления и выплаты заработной платы значит если у нас создана ведомость то после этого мы нажимаем выплата оплатить ведомость и выбираем либо по общей ведомости созданием одного расходного ордера то есть ведомость например на 15 человек и один расходный ордер на общую сумму из кассы либо формирование по каждому работнику отдельно расходного ордера и распечатка то есть мы его распечатываем передаем сотруднику сотрудник расписывается и на сумму его заработной платы находится отдельный документ отдельный расходный ордер ну и еще немножечко хотелось бы поговорить про отчетность по взносам то есть в принципе это отчетность достаточно сложная конкретно это отчетность пенсионный фонд обычно вызывает проблемы ну примерно такие же как при сдаче при формировании отчетности по НДС и по прибыли значит отчетность фсс в этом случае опять же делаю акцент если у нас полностью правильно заполнены все карточки то это составление отчетности не вызывает никаких сложностей то есть мы создаем документ или используем возможность загрузить из какого-то файла ну чаще всего это создается новая отчетность ну например это нам не надо это нам не надо отчетность создаем новую отчетность при этом автоматически в нее формируются все данные которые касались данного периода то есть мы задаем только периоды которые мы хотим отчитаться если сомневаемся ну например вот сейчас произошли изменения по многим бланкам не зарплатным ну например в связи с прослеживностью товара там введены новый счет счет фактуры новые формы новые бланки счетов фактур внесены изменения то есть мы можем посмотреть изменения законодательства что в общем-то удобно потому что обычно ой отчетность и потом человек не знает куда метаться и что делать в отношении зарплаты здесь очень важно чтобы был правильно указан регион потому что у разных регионов в настоящий момент часть регионов сдает по пилотному проекту то есть когда сдается реестр документов ФСС и ФСС напрямую делает выплаты уже сотрудникам либо когда сдается по старой схеме то есть сдается отчетность ФСС ФСС перечисляет предприятию средством например по больничному листу за счет ФСС и предприятие перечисляет уже эти средства сотрудникам то есть можно посмотреть изменения законодательства и что очень важно здесь можно эту отчетность сразу отправить и вот например у меня созданный отчет имеет статус в работе то есть я его еще не отправила соответственно если я уже подготовила то есть все выверила все посмотрела все правильно я меняю статус подготовлен и если у меня работает обмен с налоговой инспекцией то есть если я использую 1С отчетность то статус задано будет при обновлении при следующем сеансе связи обратите внимание что кроме отчетности у нас есть здесь и уведомления и письма то есть переписки и сверки по платежам но самое основное это личные кабинеты для заработной платы для расчета заработной платы самое интересное для нас это личные кабинеты ФСС и статистику то есть для того чтобы сделать личный кабинет ФСС здесь достаточно пройти по ссылке и зарегистрироваться на сайте ФСС в этом случае будет доступна видимость состояния больничных листов которые отправлены ну то есть что реестр принят сотруднику выключены причитающиеся средства и так далее при этом через личный кабинет мы попадаем сразу на портал соц.страха и здесь уже есть достаточно подробная инструкция как зарегистрироваться чтобы в дальнейшем можно было вести эту связь напрямую то же самое касается налоговых инспекций статистики ну единый единый портал госуслуг к сожалению в последнее время работает очень неустойчиво и неудовлетворительно но тем не менее тоже такая возможность существует и так это у нас были отчеты которые именно касаются внешних пользователей то есть регламентированные отчеты кроме этого нам доступны естественно обычные бухгалтерские отчеты которые располагаются в меню отчеты и собственно говоря это всем привычный оборот на сальдовые ведомости по счету анализ субконта то есть здесь у нас обычный бухгалтерский инструментарий который можно использовать и при расчете заработной платы который естественно широко используется особенно оборотки при закрытии месяца и так далее кроме этого у нас есть отчеты которые которые можно сформировать дополнительно при этом список отчетов которые можно сформировать дополнительно по заработной плате по кадрам в конфигурации бухгалтерия гораздо уже чем то что например предлагает конфигурация зарплата и управление персоналом или например тоже ERP то есть в ERP еще раз повторюсь зарплата управления персоналом входит полностью сохранением всей функциональности в конфигурации бухгалтерия предприятия у нас нет возможности рассчитывать средний заработок у нас нет возможности рассчитывать сложные сложные конструкции которые касаются учета рабочего времени выработки и так далее то здесь мы можем вести обычный учет который касается обычных оклад например тот же больничный лист в этом случае считаем на бумажечке или в экселе а сюда вносим уже итоговые данные то есть программа сама не рассчитает такие данные тоже касается отпускных ну то есть всех случаев когда используется средний заработок итак тема нашей сегодняшней встречи собственно говоря подошла к концу я не останавливаюсь более подробно на страховых взносах потому что это практически уже давно устоявшийся функционал который после того как настроены справочники и сделаны начисления работает в штатном режиме устойчиво и охватывает все практически все виды отчетности которые предприятие должно сделать включая регистрацию например каких-то актов по результатам проверки налоговых инспекций ФСС и соцстраха в последнее время во многих регионах эти проверки происходят при участии всех трех представителей то есть и пенсионки и соцстраха и налоговой инспекции и соответственно в случае выявлений каких-то нарушений обязательно все три ведомства вцепляются у вас как любимых в этом случае у нас есть специальный вид отчета акты по которым мы можем зафиксировать результаты ну перерасчет естественно и извещение ФСС о видах деятельности то есть о кодах о кодах АКВЭД которые влияют на размер страховых взносов на этом разрешите нашу встречу закончить компания Кодерлайн будет очень рада если информация которую мы сегодня до вас донесли вам показалось интересной и полезной мы будем очень рады ответить на ваши вопросы желательно в письменном виде потому что в этом случае у нас будет больше времени и больше возможностей дать вам более подробный ответ обращаться вы можете по реквизитам которые указаны то есть вот наш телефон вот наш сайт милости просим welcome и наши сотрудники с удовольствием окажут вам любую помощь и при настройках и при внедрении и при внедрении сложных проектов сложные проекты это то что уже касается численности свыше 60 человек и такие конфигурации как 1С ERP то есть предприятие и 1С ERP управление холдингом они все включают в себя зарплатные блоки зарплата и управление персоналом и соответственно весь функционал про который мы с вами сегодня говорили там присутствуют ну и присутствуют в более расширенном формате а то что мы с вами смотрели сегодня это в общем-то первоначальные настройки от которых зависит правильность работы комфорт вашей дальнейшей работы и собственно правильность формирования отчетности во внебюджетные фонды ну и налогов естественно благодарим вас за внимание на этом мы прощаемся всего доброго до свидания получаем до свидания Продолжение следует...